друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей напоминаю вам о том что у меня появился телеграм-канал ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях ну а также своих хороших и добрых зрителей я хочу поблагодарить за ваши лайки за ваши подписки друзья мои джесси мне мешает меня кусять за ваши хорошие добрые веселые интересные комментарии огромное вам спасибо за вашу поддержку ну что мои хорошие сегодняшний киношедевр уралочки сарафана не заставил себя ждать конфуз название ролика ребята меня уже повеселило конфуз произошел с машиной небольшие покупки уралочка обращение к тебе я конечно прекрасно понимаю что не ошибается тот кто ничего не делает но все-таки ты каждый день практически каждый божий день пишешь ками пишешь название своих роликов с ошибками на стрим вы вышли у вас было несколько ошибок в названии стрима да сегодня пожалуй очень часто да небольшие уралочка написала раздельно друзья мои уралочка написать солидно в данном случае да ну и опять друзья мои мне понравилось вот это конфуз произошел с машиной ну так то на минуточку конфуз да это состояние смущения состояние неловкости да машина смутилась друзья мои произошел конфуз с машиной ну что ж как говорится все понятно с уралкой все как обычно все как всегда короче друзья мои опять уралочка рассказывает что же у нее там происходит говорит вот у нас сегодня столько дел столько дел сегодня поедем на дачу сегодня надо поехать и сбербанк в конце концов говорит добить биометрию да ребят представляете не знаю кто кого добьет то ли то ли уралка биометрию то ли биометрия добьет нашу уралочку нашу припевочку ну и говорит а воняй сафарчик едет на машине да едет с парковки да друзья мои конечно конечно естественно верим верим но и в этот момент сарафан подъезжает уралка открывает конечно же заднюю дверь кстати я смотрю и в комментариях пишут а почему вы сидите сзади вот я думаю неужели эти люди до них не доходят да не пишут на уралки нам канале неужели до них не доходит что она просто не поместится на переднем сиденье на сиденье пассажирском рядом с водителем друзья мои но видимо нет но и собственно что она говорит сафарчик скажи привет привет в этот момент сарафан начинает махать руками говорить привет она а то будут думать друзья мои а то не дай бог ненароком мы с вами подумаем о том что это пара это сладкая парочка твикс эти два голубка да друзья мои живут отдельно друг от друга вот что я хочу сказать вот обратите внимание всякий раз когда вот у них по разному конечно же бывает да иногда уралка стоит вместе с сарафаном и вместе с абду на парковке ну будем так называть это парковкой там парковочных толком места нет но все равно короче на парковке возле дома с машиной да а иногда получается так что сарафан подъезжает за ней до подъезда хотя ей пройти от подъезда до того места где они ставят машины но это два раза упасть ребят вы меня извините можно было бы и протрясти свои жиры белки и углеводы но как говорится не тут то было в общем сдается все таки что они не знаю может и живут вместе может и не живут в общем у каждого как говорится своя версия я знаете друзья мои честно даже не знаю 50 на 50 ну далее 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 в этот момент сарафан включает печку и начинает говорить сейчас будет хорошо ну да типа сейчас будет тепло ну а далее друзья мои тот самый как уралочка назвала конфуз смутилась машинка смущение машинки неловкая ситуация да на дороге короче сарафан ума палата друзья мои в этом мы даже нисколько не сомневались что там семипяди во лбу как всегда представляете решил помыть машинку да а на следующий день вдарились сильные пресильные морозы и он говорит вот что теперь делать дверь не закрывается эх сарафан сарафан всему тебя дурака учить надо что в прошлый раз пока я тебя не научила что надо ехать в шиномонтажку и искать шпиона ты собственно когда это сделал у тебя потом прошли вот эти вот проблемы с твоим колесом да что сейчас тебя надо всему учить если ты намыл машину да в мороз а и завтра мороз и так далее ты должен выстудить эту машину хорошенечко открыть все двери а потом пройтись и все резинки обработать силиконом знаете вот мне странно что мужской пол вроде он да но при всем при этом не знает элементарных вещей которые знаю я но опять же а по сравнению с ним да по сравнению с ним друзья мои несмотря на то что мы с ним ровесники я владею автомобилем уже с 18 летнего возраста ну а сарафан еще и салага да а если вспомнить что он теорию не мог сдать несколько лет друзья мои то тут вообще аля улюга не гусей как говорится короче началась началась друзья мои очень интересная ситуация да история я бы сказала ребята это было что-то с чем-то сарафан недолго думая привязал какой-то проводок к двери к дверной ручки да автомобиля дал второй конец уралочки в руку и говорит на пока мы будем ехать ты держи дверь ведь все равно задняя не закрывается и тут наша мало еха как начала возмущаться и говорит да что это такое да почему я должна это делать да представляете ребята сидит там барыня боярыня на заднем сиденье расплылась привыкла ни черта не делать да и говорит ой сафарчик и знаешь мы ехали там был такой крутой поворот дверь открывалась я уже не знала что делать боже мой уралочка уралочка бедная друзья мои представила себя что она дюймовочка а дверь то открывается а поворот то крутой и уралочка боялась что она вы знаете как дюймовочка вылетит прямо выскочит на всех парах на всех парусах как раз таки из салона автомобиля я так понимаю друзья мои это все было запланированная акция которую он спланировал сам сарафан да хотел так скажем таким образом видимо избавиться от своей любимки сарафан ты как всегда остался с носом причин с очень большим таким клювом носом шнобелем ты знаешь ну собственно выкурить таким образом уралочку из салона автомобиля не получится по той простой причине потому что знаешь ее не сдвинуть как говорится даже при всем желании да ну в общем да едет сарафан и говорит о том что надо 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 заехать взять в магазине строительный фен и так далее короче друзья мои а ушел он еще приехали они приехали на дачу приехали на дачу там как всегда снега полным полно ну и собственно сарафан вот опять опять про свою машину все рассказывает и уралочка говорит нафига ты мыл машину типа говорит вот в такой мороз ты же знал что на следующий день будет холод он говорит так он весь чесался я в этот момент друзья мои думаю господи кто у него там он весь чесался думаю о ком говорит сарафан он говорит он весь чесался в этот момент уралка уралка его пытается учить друзья мои говорит да не он а она это машина машина это она уралочка учить надо было его самого начала собственно тебе и самой конечно бы не мешало подучиться но в любом случае да сарафан мели такую чушь он весь чесался сарафан но ничего ты же тоже чешешься постоянно и на постоянной основе да вот и машина у тебя вся в тебя как говорится а ничего друзья мои удивительного если он сам за собой не следит не ухаживает и пятки все грязные все черные но когда ему там следить за машиной ну так раз в пятилетку дай боже как говорится куда-нибудь ее привезет самостоятельно помоет и на этом все я смотрю ребята на нашего рэпера да на нашего поклонника басты я не могу вы знаете сегодня как всегда наш рэпер в ударе видимо планирует где-нибудь устроить танцы и музон включить ну и как всегда на нем знаете пузыряться штаны друзья мои ну и во всех во всех местах штанцы у него приспущены все как положено маден да как бы сказала наша красопета прям маден друзья мои во всех местах кстати надеюсь все поймут что это шутка и это стек потому что блин я вчера рассказывала про эриху и про уралочку мне моя зрительница пишет говорит нет я думаю что это не так это шутки ребят бывают шутки неужели я после каждого предложения должна говорить шутка ну как то вроде мы все взрослые люди должны понимать что люди могут шутить да опять же что такое обзор обзор это разговорный жанр и как раз таки да для того чтобы поднять себе настроение в любом случае да я прихожу для того чтобы делать свои обзоры и я стараюсь их сделать так чтобы у нас с вами настроение просто как говорится поднималась и было хорошим и прекрасным кстати вчера знаете не успела я только-только выложить свой прямой эфир все мы там в эфире пообщались пришли зрители мои писать комментарии на ютубе под моим обзором и тут же прибежала какая-то непонятная овечка друзья мои от уралки и сарафана не знаю может быть вообще их левый аккаунт ну короче не суть важно и начала писать что ты тут задохнешься от своей злости вот посмотрите как интересно да то есть уралка и сарафан у них всегда смеется мы смеемся нам так смешно над хейтерами представляете я тоже ржу над ними неужели кто-то может подумать что эти фрики могут заставить кого-то да и у кого-то испортится настроение я не знаю кто как к этому относится но я над этими фриками смеялась смеюсь и буду смеяться собственно как и большинство моих зрителей да приходим чисто поржать над ютубовскими фриками которые себя опускают все ниже 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 да сарафан все кричал вещи и вещи а тут все ниже ниже друзья мои сами опускаются короче рэпер наш сегодня ее в ударе друзья мои да ну и что там опять там что-то болтает болтает и в этот момент уралочка говорит стоит взмахнула пару раз друзья мои пару раз взмахнула лопатой и говорит сафарчик ты что меня снимаешь ребят представляете какой цирк вот самый настоящий цирк уралка решила ну типа типа она не знала да а тут случайно сафарчик продемонстрировал как уралочка у нас представляете работает на даче я прекрасно понимаю как было дело дело было так уралка выключила камеру и сказала так давай сейчас будешь меня снимать а я сделаю вид что а я-то тебя и не видела конечно же это была спланированная акция друзья мои этот сценарий уже уралка разработала у себя в голове ну и собственно как-то так далее она рассказывает ой там надо там к наде заехать ой раньше шафарчик говорил куда оля куда столько цветов что мы их есть будем что ли а теперь глядя на цветочки на даче говорит ой как красиво уралочка ты знаешь а я вот все-таки думаю может быть сарафан их подъедает эти цветочки на твоей даче как знать как говорится да что он там зажевывает ему после вот этого на свая лишь бы что закинуть в рот да он постоянно голодный и постоянно хочет есть поэтому будь внимательно будь бдительно может быть он ненароком и твои как раз таки цветочки там живет но и едут они собственно уже обратно да со своей дачки друзья мои едут и уралка осматривает значит там как раз таки да всевозможные домики дома поселки и говорит а вот этот поселок называется поле чудес уралочка вам точно сюда это прямо ваше место да ну да домики у кого какие у кого сколько денег такие домики ну да уралочка я согласна здесь как говорится вот не поспоришь здесь все таки у тебя выстроена действительно поистине логическая цепочка ну я считаю что большой дом не к чему чё к чему хочется спросить печенье к лыжам уралочка кому какая разница что ты считаешь ты считай за свое жилье ты знаешь а кто то считает что жить втроем да причем когда там здоровый уже пацан подросток который тебе абсолютно никто а ты ему чужая тетка жить втроем три здоровых лба здоровенных я бы сказала живут под одной крышей спят в одной комнате вот это действительно ненормальная ситуация и потом каждый сам решает какой ему нужен дом да мало ли может быть человек живет один а дом ему нужен большой это личное дело каждого люди сами покупают дома жилье квартиры на свои заработанные деньги да вам действительно может быть особо большой дом и не нужен да тем более второй этаж вам сто процентов не нужен потому что ты на второй этаж никогда не поднимешься да если только лифт там как раз таки строить друзья мои но опять же понятное дело в общем уралочка решила за всех кому нужен большой дом как у кому небольшой ребят ну как вы уже поняли продолжение следует всех целую обнимаю всем хорошего дня отличного вечера берегите себя обнимаю всем хорошего дня 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 обнимаю всем хорошего дня